Как минимум 60 визитов сотрудников полиции по Москве за один поздний вечер 17 августа к сторонникам политика Алексея Навального. От центра города до спальных районов. Полицейские в основном представлялись сотрудниками уголовного розыска. Только что 23.14 ко мне домой пришли эшники. Представились уголовным розыском. Лол. Сказали что-то про слитую базу умного голосования. Мол, хотят со мной поговорить. Меня дома не было. Передал им через маму, что без повестки разговаривать не буду. Причем зачастую речь не об активистах или политиках, а скорее рядовых, сочувствующих команде Навального. Подавляющее большинство из них просили сохранить анонимность, сообщили Радио Свобода в правозащитном проекте ОВД-Инфо. Они регистрировались на сайтах умное голосование, свободу Навальному или жертвовали деньги фонду борьбы с коррупцией. Власти считают его иностранным агентом и экстремистской организацией. В апреле стало известно об утечке базы данных сайта участников акций за Навального. Тогда это обернулось массовыми увольнениями из госпредприятий, вроде метрополитена или Мосгортранса. Сначала вообще решили, что может быть это чья-то шутка, потому что сообщения шли как под копирку. То есть не просто схожие, а просто идентичные. Что вот приходят сотрудники, говорят, что ваши паспортные данные ушли в сеть из-за ФБК. По словам юриста ОВД-Инфо Елены Макаровой, она занималась обращениями граждан к правозащитникам. Полицейские прозрачно намекали на необходимость написать заявление против Навального и ФБК о разглашении персональных данных. К жителю Санкт-Петербурга Георгию пришли по старому московскому адресу, застав там только его родственников. Георгий предполагает, что его регистрация на сайте умного голосования тут ни при чем. По одной почте едва ли можно было узнать адрес его прописки. А вот в феврале Георгия, здесь он с фиалончелью, случайно задержали в центре Петербурга в день оглашения приговора Навальному, продержав позже в отделе полиции всю ночь. О протестной акции Георгий, по его словам, в тот день не знал. В ФБК, кстати, отрицают взлом базы умного голосования. До суда дело так и не дошло. А вот паспортные данные в протоколе остались. Не совсем понятно было, что именно они хотели, то есть передать мне какую-то повестку или скрутить, или забрать куда-то. Но единственное, что как будто они просто ходили, и вот лично каждому, кто у них где-то был как-то засвечен, говорили, что не ходите, это все плохо и так далее. Индивидуально запугивают. Соратник Навального Леонид Волков назвал действия полиции террористическим актом. Цитирую, чтобы люди боялись участвовать в умном голосовании, чтобы боялись поддержать команду Навального. Регистрируются на сайте уж по крайней мере умного голосования, как я, например, понимаю, да, обычные совершенно граждане, то есть это не какие-то массово политические активисты. А для обычного человека эта ситуация крайне нестандартная, когда к нему там кто-то ночью приходит, тем более сотрудники полиции. Ну, естественно, это пугает. Кто-то учится где-то в каких-то университетах, не хочет, чтобы сообщали. Кто-то где-то работает в каких-то работах, которые не хочет терять. По закону они вообще требовать объяснений не могут, потому что объяснение давать – это право граждан, а не их обязанность. По информации команды Навального, никто не согласился признать себя потерпевшим от действий ФБК. Иван Воронин, Радио Свобода.